У нас здесь запланирована сейчас презентация, будем говорить о нашем центре, о том, чем мы работаем, поделимся опытом, кто уже у нас полечился. Сейчас нет уже тех, как раньше говорили, после 40, после 50, это может случиться с любым человеком. При легком стрессе, при какой-то неприятности жизни, при травме и так далее. Поэтому никто не защищен. Поэтому будет хорошо, если мы это обсудим, будем знать, как родным и близким помогать. Потому что все, кто здесь сидят, и кого здесь нет, у каждого в семье, ну хотя бы либо родной, либо друг, знакомый, либо в семье прямо непосредственно, есть человек, который перенес консульт. Поэтому для всех это у нас очень важно. Инсультов у нас бывает два. Вкратце расскажу, что такое у нас заболевание, как оно выглядит, что из себя представляет, какие причины, и перейдем к сути. То есть инсульт – это возникновение кровоизлияния, либо ишемии в головном мозге. То есть два – это геморрагические и ишемические. Может происходить в любом возрасте и от пола сильно не зависит на сегодняшний день. Геморрагические происходят чаще всего либо при травме сотрясения, либо у нас на фоне высокого давления, бывает при аневризмах. То есть причины достаточно такие тяжелые. Ишемический он больше склонен возникать уже в возрасте чаще всего, либо когда у нас происходит перекрытие сосуда какой-то причины, эмболом, тромбом, либо еще чем-то. И головной мозг не получает кровоснабжения недостаточного, и за счет этого получается повреждение. Что к чему приводит? У нас два этих инсульта. Они называют повреждения одинаковые примерно, все зависит от проявления, где, да, в левое и правое по ушам. И поэтому у нас люди, которые перенесли, да, они немного отличаются друг от друга повреждениями в плане речи, в плане сознания, эмоциональных отображений, мысли, логического мышления. Левая и правая сторона, когда она у нас парализована полностью, либо частично. То есть это как раз зависит от того, в какой области головного мозга это возникло. Во-первых, слева или справа, и в той зоне, за которую отвечает, например, речевая. Тогда у нас будет основное, то есть это нарушение речи. Если это у нас обширно, у нас не только речь будет, но и двигательные функции затрагиваются. То есть, в общем, вы можете увидеть, что достаточно пересекаются, но при этом есть небольшие отличия, в зависимости от того, какой области. После того, как происходит, к сожалению, данная трагедия, вы видели, либо знаете, что человек попадает, ну что мы делаем, мы вызываем ультри, и человека везут в реанимацию. Либо в то отделение, где могут ему оказать помощь, где выставляют диагноз инсульт, и перестараются применить острые, неотложные мероприятия, которые спасут человеку жизнь. При ишемическом это одни мероприятия, при геморрагическом это немножко другие мероприятия. Чисто медицинская специфика, но цель одна – спасти жизнь любой ценой. Врачи, если этого добиваются, это делают, то, слава богу, это происходит. Но, к сожалению, не всегда, когда мы, спася жизнь, видим, что у человека то, что произошло вследствие инсульта, он вернулся к нормальной деятельности сразу. Поэтому следующая цель родных, близких самого человека, если у нас в сознании, и медиков – это помочь ему вернуться максимально качественно, быстро, к полноценной жизни. Либо хотя бы к части ее, если это возможно. Поэтому у нас, в России, в медицине, есть три этапа восстановления. Что под собой это подразумевает? То есть в зависимости от состояния человека, он находится на разных этапах восстановления. То есть когда мы уже можем применять не только лекарственную терапию, экстренную, медицинскую, хирургическую, либо еще что-то, да? То есть это уже все у нас отошло, остались там метаблетированные легкие внутривенные инъекции, но мы должны уже заняться теперь, чтобы человек начал заново разговаривать, начал поворачиваться в кровать, начал присаживаться и так далее. И это происходит у нас с первых веков. То есть как только человек попал в больницу, несмотря на его состояние, если это позволяет, его начинают уже пытаться восстановить. Не только лекарственными, но и простыми физическими движениями. То есть приходит инструктор, и каждый начинает двигать руки-ноги, чтобы они у нас не затормаживались. Массажист приходит, начинает массировать, чтобы рефлексы и все остальное у нас оставалось. В эксклюзии терапевт приходит и начинает подбирать методики, которые в данном состоянии ему возможны. То есть поэтому мы не должны, раньше этого не было, но сейчас это происходит, поэтому мы должны это знать, что все происходит с первых дней. Чем раньше мы это начинаем, тем больше шансов качественно, лучше у нас восстановиться, дать шансов человеку. Первый этап, ну так его назовем, да, то есть это у нас, когда мы из реанимации попали в отделение либо неврологии, либо есть отделение на сегодняшний день в крупных городах, регионах, называется отделение ранней реабилитации. Которых уже, когда у вас сопутствующие состояния подавления, там по сердцу вы стабильны, человек у нас стабилен, он попадает и его начинают ставить на ноги, присаживать, начинают применять различные методики. После этого, когда его, ну хотя бы, научили присаживаться, либо он восстановил функции полностью дыхания, что может кушать, да, там с ложечки, с помощью родных, либо самостоятельно полуприсаживаться, отправляют чаще всего домой. И следующий этап, на который, то есть желательно попасть, это второй. Это тоже такие центры, отделения, где данными пациентами активно занимаются. Это методами, которые направлены на полное восстановление. То есть это от регенерации метод головного мозга до восстановления двигателя, опорно-двигательного аппарата, до восстановления логического мышления, отображения эмоций, как в речи, в письменной опорте. Желательно после второго этапа, то есть это максимальный эффект, это у нас хорошо будет, если человек, у нас максимально для его состояния восстанавливается. Что мы под этим врачи подразумеваем? Что если нам привезли его на ближайшем состоянии, да, мы научили его присаживаться, восстановили частично речи, научили заново держать ложку, держать костыли, трость, ну, в разные ситуации по-разному. И человек постепенно возвращается к своей ежедневной жизни, к своему социальному отображению в обществе. Он начинает опять общаться с родными, близкими, с друзьями. То есть потому что без общения головной мозг у нас достаточно не так быстро восстановится. После второго этапа мы переходим в третий этап. Это когда вы уже более-менее видите, что ваш родной человек, у которого это случилось, или друга, он может самостоятельно куда-то обратиться, пойти, ну, либо с вами вместе, но уже он делает максимально свои привычные действия. Он может себя обслужить по дому, свалить, приготовить, помыть посуду, частично самостоятельно одеться и так далее. И он это может получать эту помощь реабилитационно-восстановительную в обычной поликлинике, в кабинете физиотерапии, кабинеты ЛФК, где есть, кабинеты массажа, либо центры, куда вы можете обратиться и все это получить в комплексе, если это, к сожалению, в вашем регионе по каким-то причинам нет. Это идеальный вариант, но не всегда, к сожалению, это возможно. Почему? Сформировались такие мифы, которые говорят, ну, вам почему-то вот на сегодняшний день не показано, с первого перейти на второй этап или со второго на третий. Обсудим эти, я их назвала мифы, потому что на сегодняшний день это действительно миф. А за счет развития технологий в медицине не только в экстренной помощи, но и в восстановительной медицине, это действительно уже миф в прошлый век. Первый. Слишком рано начинать реабилитацию. Совершенно неправильное действие, потому что чем раньше мы начнем, как я уже говорила ранее, тем быстрее у нас будут восстанавливаться клетки головного мозга, то есть происходить их регенерация, от которых как раз и зависит, как быстро, либо долго мы будем заново учиться, ходить, говорить и так далее. То есть это вот с первого на второй этап. Слишком тяжелое состояние для реабилитации, когда говорят, вот у вас скачет давление, то 140, то 160, то у вас сердце выпрыгивает, то вы вообще лежите не полностью у нас, мы не хотим ничего делать, то есть слабые, нет желания к восстановлению. И считаю, что данный человек не подходит. Тоже неверно, но здесь очень важный фактор. Если у человека, который перенес инсульт, есть хотя бы слабая надежда и желание на восстановление, он свернет внутри себя те горы, которые препятствуют ему встать. Поэтому никогда не бывает ни слишком рано, ни слишком тяжелое состояние. Очень многие методики на сегодня можно делать в самых тяжелых состояниях. Следующий миф – недоступность и дороговизна более эффективных методов, что работают только лекарства. На определенных этапах, когда случился инсульт, первые 3-4 часа, действительно, экстренная медицина здесь самая необходимая и самая важная. Чтобы либо убрать этот тромб, который закрывает и мешает нормально кровоснабжаться головной водой, либо, когда у нас произошел разрыв сосуда и у нас там кровоизлияние внутри, формируется гематома. Здесь без генера хирургов, без хирургов никуда не обойтись. Они самые важные люди на этом этапе. Но после все новейшие технологии, они на сегодняшний день доступны. Часть вы можете получить по полюсу, обратившись. Часть вы можете самостоятельно в семье, собравшись, обсудить, применять. Самые простые способы, которые можно каждой семье себе позволить. Разговаривать, двигать, ворочать, кормить, питание обеспечить, да, правильно. Каждый день приходить навещать, петь с ним, чистушки и так далее. То есть вот это общение, то есть он, не находясь даже в полусознательном состоянии, человек слышит и он чувствует. А здесь очень главное, что сохраняются эмоции. Он понимает и видит эту заботу. И от этого у него появляется стремление к жизни дальше. И благодаря этому он будет все, что вы сможете предложить дальше, он будет это впитывать и перерабатывать. Невозможность восстановиться до состояния до инсульта, если прошло более 6-12 месяцев и объединю немножко. Если более 1-2 лет после инсульта. Тоже неверно. 5-10 назад, ну, возможно, это было бы верно. На сегодняшний день медицина показывает, особенно восстановительное, что это все привержено. Также это показывают люди, которые борются, и мы видим их через 3-4 года, либо через 6-12 месяцев, что они встают и ходят. Поэтому здесь главное только знать, где что обратиться и как. И следующий. Почему это все мы? Потому что на сегодняшний день медицина достигла такого развития своего, особенно восстановительного медицины, что мы понимаем, как, что происходит, ну, в большинстве случаев понимаем, что происходит в нашем организме. Особенно, что важно для нашего головного мозга, когда он здоров. Назовем это наши три кита. Так скажем. Это клетка, которая у нас есть в головном мозге, нейрон, который богатый, должен быть акциональными связями, он должен сообщаться очень с многими другими нейронами. И тогда он полноценно у нас головной мозг работает, функционирует. При этом, когда у нас полноценные здоровые клетки, раньше это было неизвестно, вот, например, на сегодняшний день, то есть раньше говорили, что медные клетки не восстанавливаются. Раньше думали, нет, а это есть. То есть мы пока живем, у нас постоянно идет нейрогенез. Постоянно идет регенерация. За счет стволовых клеток и так далее. Поэтому мы должны об этом помнить. Даже если нам 60-70, мы можем развиваться и приобретать новые навыки. Если мы этого, конечно, хотим. Следующее очень важное. Когда у нас все нейроны полноценные, их функции и связи между собой помогают нам чувствовать, слышать, видеть, общаться. И это всегда стимулирует нейрогенез. Как только мы себя изолируем в однокомнатную квартиру, не выходим на улицу, а родственникам от всех отказались, от общения отказались, от своей профессии бывшие отказались. То есть почему-то мы раньше были педагогом, теперь не хотим даже просто выйти с людьми пообщаться. Либо мы были артистом, а теперь мы не можем выступать спортсменом и так далее, врачом и так далее. То есть мы замыкаемся внутри себя, перестаем двигаться, и тогда нервные клетки начинают терять между собой связи. И от этого мы становимся пассивными. К сожалению, мы даже резерный пункт становимся такими, как люди после инсульта. Поэтому это очень важно. А когда мы общаемся, когда мы чувствуем эмоции, следующий самый такой последний кип, за счёт которого мы двигаемся активно, разговариваем, это опорно-двигательный аппарат, который получает сигналы от нервной системы. То есть вот три элемента здорового мозга. И мы после инсульта хотим, чтобы это всё восстановилось. Чем пытаемся мы на сегодняшний день восстановить? Ну, разные способы. Медицина это всегда старалась делать, как можно более эффективно, в что-то ударялось больше, в что-то меньше. Но на сегодняшний день возьмём самые распространённые и на слуху известные нам методики, которые вы применяете. Ботулинотерапия. Она очень хороша, как вы видите, только в одном месте. К сожалению, на регенерацию не влияет, не запускает нейрогенность, не восстанавливает его, на эмоционально-волевые тоже не влияют, то есть на взаимосвязь между нейронами. Она очень хороша только тогда, и то, как применое лекарство, и, к сожалению, не всем, когда у нас идёт мышечный спазм, нам надо его убрать, для того, чтобы заново научиться определённым движениям. То есть вот только для этого. Массаж ЛФК очень хороши, как раз, когда для восстановления связи нейронов, но больше всего, естественно, также для последнего, для опорно-двигательного аппарата, чтобы заново научиться ходить, чтобы у нас движения были плавные, хорошие, чтобы мы не падали и так далее. Следующее – это электротерапия. Как видите, небольшое влияние, но на нейрогенез она имеет. Там совсем незначительное, но всё-таки есть, но этот метод не всем показан. Очень тяжёлых, острых состояний в данную методику применять нельзя. При нарушении сердечно-сосудистой системе она тоже не подходит. Когда у нас есть кардиостимулятор, тоже не подходит. При опухолевых процессах тоже не подходит. Поэтому это очень ограниченный метод в плане того, что у него очень много противопоказаний для состояния применения. Ну и он частично только. Поэтому также, когда у нас есть элемент шизофрении, после инсульта, может быть такое, либо другие когнитивно очень ярко выраженные процессы происходят. То есть это когда человек не контролирует, кричит, ничего не хочет, отрицает, всё отказывается и так далее. Эту методику тоже сложно применять. И она также в совокупности со всеми очень, ну достаточно хорошо проявляет себя на опорно-двигательных элементах. И физиотерапия тоже лазер, магнит, ультразвук, цвет. По отдельности данной методики, если взять, в медицине переменяются уже очень давно. Давно научно исследованы, особенно ультразвук и магнит в последние лет 10-15. Лазер также. По отдельности, да, видели, что помогает, да, видели, что можно применять, но из-за того, что были не совсем скоррегированы эти излучения либо поля, мы не всегда тоже могли это применять в тяжёлых состояниях. Благодаря новым технологиям, то есть прогрессу техническому, скажем так, при совмещении мы видим, усиливается эффект воздействия, особенно на регенерацию, восстановление нерапетов. Но при этом нивелируются все осложнения. То есть противопоказания уходят. Если правильно человека подобрать, и это работает, начиная с острого процесса. То есть лазер, цвет, магнит, ультразвук на сегодняшний день в официальной медицине можно использовать с первых дней инсульта. Лазерную терапию даже сейчас используют и во время инсульта. Первые 3-4 часа это можно использовать. Даже как и цвета терапии. Потому что нейроны очень активно на это реагируют. Они быстрее восстанавливаются, быстрее происходит нейргенция. Поэтому на сегодняшний день то есть это самое эффективное, то с чего и начинается у нас реабилитация. Реабилитация у нас начинается с чего? С нейргенеза. То есть без клеток у нас не будет функции. Мы не сможем тогда это восстановить. То есть это как маленький ребенок. Там надо заново все растить, заново все восстанавливать. Идеальный вариант это когда мы все совмещаем. Вот тут последнюю грифу возьмем по вертикали. Когда мы методы совмещаем, они тогда усиливают друг друга эффект. То есть мы подготовили человека, начиная с первого этапа. Комротерапию в данном случае взяли, подготовили, восстановили клеточки, восстановили связи. А дальше, чтобы они начали функционировать, нужно пересоединять ЛФК, массаж и другие методики, которые становятся более эффективными. И нет у нас вот этих, как вы можете видеть, когда ваши родные и близкие попадают в центр реабилитации, с ним работают активно все, он вроде учится, он вроде выполняет. Попадают обратно домой. Две-три недели и мы возвращаемся почти к предыдущему сферу. Почему это происходит? А потому что не хватило тех связей и клеточек, которые бы это запомнили и научились это опять делать. То есть если нам нужно, чтобы их было 20 миллионов, триллионов. Значит, их столько должно быть. Если будет их 10, мы не сможем часть выполнять функции, которые нам нужно в нашем теле получать. Поэтому самая идеальная вариация для нас, врачей, это предложить вам максимально все доступное для вас вместе, потому что это усиливает. В данном центре, сотрудничаю с ними давно, сама попробовала этот аппарат, на себе, на родных в центре реабилитационном в Майме и увидела, что именно как раз в комплексе, как это работает. Чуть позже расскажу. В этом центре тоже люди стараются подобрать комплекс, который будет более эффективен. То есть это физиотерапевтическая методика, музыкальная, коммунистерапия называется. ЛФК, массаж, фитобочка. На сегодняшний день фитобочка является медицинским инструментом, лечебным фактором. Ну и калычи методика, тоже одна из физиотерапевтических методик. Поэтому будьте рады, кто здесь если был, либо не был, предложите. Ну и мы начали пробовать в Майме с открытия в апреле этого прошлого года в республике открылось первое реабилитационное отделение второго этапа. Что это значит? То есть мы начали принимать пациентов, которые у нас лежат, но могут самостоятельно дышать, самостоятельно хотя бы пытаться передвигаться и более-менее стабильны по основным сопутствующим заболеваниям. Мы сразу с ними начинали комплекс методик. В совокупности основным элементом это была ДЭН, она у нас была предоставлена данным центром на 6 месяцев, что было очень большим таким подарком и в то же время очень хорошим подспорьем понять, как это работает. И ЛФК, массаж и другие инструменты. Пациенты, которые вот именно постинсультные, очень хорошо реагировали сразу. То есть первые 2-3 дня у нас стабилизировались какие-то, если вот при перемещении эмоционально-волевые, сердечно-сосудистые системы, и мы могли раньше начинать использовать для таких тяжелых больных методики, которые мне пришлось бы неделю-две ждать, пока мы подберем. Тут же ЛФК, тут же массаж. Массаж для лежачего больного это такая стрессовая нагрузка первые дни, потому что мы напрягаем сердечно-сосудистую, мышечную систему. Если массажист немножко более глубоко проработает по определенным точкам, то это все отзывается. И когда у нас идет перегруз, перевозбуждение на системе, нам приходится отказываться от этого, ждать, пока у нас это уйдет. На фоне дельф, то есть этих перегрузов не возникало. Так мы пролечили 25 человек, все с хорошим результатом. Я говорю сейчас о тех, кто действительно был готов лечиться, проходил полный пуст, который длился 16-17 дней в зависимости от состояния. И мы выписывали из лежачего, сидячего состояния, либо люди начинали садиться и уезжали на пока на коляске, либо они у нас вставали с тросточкой, с ходунками уходили. Кто приходил с тросточкой, с ходунками, то есть переходили просто на самостоятельную двигательную функцию, то есть ходили немножко неуверенно, но это происходило в 2-3 раза быстрее, чем если бы я делала это без циведолазерной терапии, без комбаттерапии. Сейчас мы работаем без нее там. И, к сожалению, я это все наблюдаю. Что замедляется процесс восстановления. Мы смогли достичь большей безопасности и максимальной эффективности. Потому что, когда мы меняли отдельно лазер, у нас нельзя было при том-то, том-то, использовывать, давление там поднималось, еще что-то было. А на сегодняшний день лазерная терапия используется в онкологии, особенно в детской, при первой, второй стадии. Это единственная физиотерапевтическая методика, которую можно. А с данным аппаратом, когда все низкоинтенсивно, рекогерентно, это то есть еще больше дает возможности людям выжить в сочетании со стандартными методами химиотерапии, лучевой. Если мы говорим о инсульте сегодня, когда я раньше ввела больных просто как врач-визиотерапевт, я очень многое не могла им сразу применить. Предложим магнит переменного тока. Реакция убираем. Чаще всего сердце сразу у нас, дровление, сахарный диабет, болит, трофические язвы, когда приходишь, трофическая язва вот такого размера. И что нам делать здесь? Нам, в первую очередь, надо ее заживлять, чтобы мы могли дальше пассировать пневмомассажеры, ручные методики. Пока мы это не зарастим, врачи говорят, но все, мы это делать не будем. Я была в этом плане сильно ограничена. Благодаря дельте у меня эти ограничения отпали. И я вижу, что люди это прекрасно переносят и работают. А когда это в семье, что очень хорошо. Родственники видят отношу, что человек восстанавливается, и им становится тоже легче, потому что они же очень много сил на это тратят. А без родных человек не встанет. В 2018 я услышала про этот прибор сразу мы начали пробовать вот эту методику, потому что мы до этого пробовали все, и гирутотерапию, и иглоукалывание. В общем, мы всячески старались, пытались поднять ее на ноги, потому что она хотела ходить, хотела говорить, нормальную жизнь вернуться. Она после второго перенесенного инсульта лежала, не разговаривала, у нее практически не работала вообще никакая сторона, ни правая, ни левая, потому что у нее первый инсульт был, уже забыла, так, на правой стороне, не левая сторона отказала, но она потом немножко вернулась, почему не совсем вернулась, потому что у нее там с пальцем не работали, как надо, то есть не могла она хватать, а после второго в общем левая рука, левая, левая рука так вот, чуть-чуть чего-то шевелилась, а правая вообще лежала. Какой ничего здесь не было? А, на фоне стресса, переживаний. Сейчас она ходит самостоятельно, вот в таком тяжелом состоянии, пройдя курс герудотерапии головоукалывания, она стала чувствовать, вот скажем, осязание появилось, то есть шевеление появилось, но передвигалась очень тяжело, то есть с ходунками могла передвигаться, но надо было еще помогать, в общем, чтобы у нее ноги передвигались, то есть в большей степени она лежала, не посидела, все, разговаривала очень тяжело, то есть практически было не понять вообще, о чем она говорит, и в большинстве случаев у нас досточка была магнитная, она выкладывала слова на эти досточки, чтобы мы поняли, потому что она говорит, а мы понять не можем, что она хочет, и вот выкладывает, выложит, и мы вот так общались, узнав об этом приборе, в 18-м году весной я им привезла и начали лечение дома сначала, потом Анна Васильевна пригласила к себе в центр, здесь то есть сразу после наверное третьего дня что ли так получилось и у нее рука стала подниматься, нога стала шагать, то она просто молочилась и надо было помогать ей, чтобы нога передвигалась, то есть она стала переступать, рука стала подниматься, то есть правой рукой она могла уже ложку взять, в 10 дней буквально пролечились аппаратом в центре, там она вообще самостоятельным человеком стала, оттуда мы, скажем, ей помогли, втроем ее туда заводили, выходили, она сама самостоятельно, ну там стопеньки же все, ходунок только не держишь, она ногами все, сама передвигает, вот, и дома, то есть вот этот процесс, я думаю, что рецидива обратного процесса не было, потому что у нее она выписалась из регуляционного центра, уехала домой, дома самостоятельно все делала, по началу посуда продобилась, у нее, она рассказывала, то есть моет посуду, выскакивает у нее из рук, а в конце лета, это был у нас апрель-май лечение, в конце лета все, то есть руки уже сильными стали, уже готовит, и убирает, вообще, вообще самостоятельность, потом думает, только сама ходит, где-то может быть об стеночку в трудных местах подержится и все, ходунки вообще не используются, и проще одной палкой, палкой, либо тростью, взялась у нее, и все, и на дальние расстояния 100-150 метров она сходила, вернулась. Она два инсульта до этого перенесла на ногах, то есть когда был второй инсульт, третий инсульт, когда ее исследовали, то есть это не делось, что она оказывается до этого перенесла уже два на ногах. Это очень сложный случай в плане восстановления, что головной мозг под правильным воздействием, он несмотря на это, он дальше продолжал восстанавливаться, и мы сейчас прошли еще один курс, для того, чтобы у нас дальше двигаться, потому что таких больных не надо, то есть один-два раза мы полечили и все, то есть мы какого-то этапа достигли нейрогенезии, а не функции все восстановились у этих клеточек, и надо идти дальше, потому что мы начинаем ходить, начинаем на 300 метров ходить, потом желательно бы нам на километр, а для этого нужны новые связи, и в 64 года это не так быстро происходит, но она показала, что с помощью правильного подхода, кобра-терапии, все это возможно. мы приобрели прибор, чтобы лечиться каждый день, чтобы, как говорится, не водить ее постоянно за 300 километров, сюда приедешь на 2 недели, надо проходить курс, поэтому приобрели, чтобы дома она смогла отдохнет и еще пройти курс. Она чувствует себя хорошо, давление высоко не поднимается, то есть она очень рада и довольна. После первого инсульта на 50% увеличивается риск возникновения вторичного. То есть основная еще цель всегда в лечении данных пациентов, чтобы не возник второй, третий, четвертый. Обычный лекарственный препарат мы не всегда этого можем достичь. В сочетании, особенно когда мы можем на дому комфортно для человека в условиях социально-обудовых, то есть у него нет стресса при переезде, то, что у меня эта обстановка покидает родных, близких и начинает лечиться где-то среди чужих людей, он использует аппарат самостоятельно. А когда мы лечимся самостоятельно, наши нейроны восстанавливаются быстрее, потому что мы это делаем сами. Это при любом заболевании, а при несуте это очень важно. У него случился инсульт. Это было в Агудае, у него там начали ставить капельницы крови разжижающие, он пришел в сознание. В 6 часов утра у него состояние ухудшилось, мы его отправили сюда, в Горнолатайске. Где-то закрылись две артерии. Случай очень сложный, случай вообще не описан в литературе. Я сначала договорился с центром в Новосибирске, главный центр в Сибири по операциям дубовой главный хирург. Он согласился сделать операцию, но потом почему-то решили проконсультироваться с главным нейрохирургом России, Крылов Типовец, академик. он приехал сюда в Горнолатайске, и когда мы пришли в палату, меня, естественно, в палату не пустили туда, он в реанимации был, они там побыли буквально 5 минут, сюда вышел, вышли, значит, заключение было какое, то есть операцию не надо делать. Хотя я им говорю, что вот речь, чем заниматься с сыном, рекомендовать сыну какие-то упражнения делать, или приборы, я все это испытывал на себе. И когда я, значит, этот прибор, допустим, у меня от накоски горит спина, да, я поработаю со спиной, у меня плечи начинают горит, я увидел, что действительно эффективность этого прибора есть. Поэтому, значит, по прошествии месяца мы купил я этот прибор в этом центре, и мы вот уже практически в Новый год мы занимаемся сенсателем этим прибором. ну, по прошествии практически больше полугода после первой поездки в Барнаул, мы, вот, нынче, вот, осенью, в октябре месяце, в октябре месяце, мы снова кое-как попросились в Барнаул, потому что там сложная система, сейчас никак не попасть туда. Но как-то мы там обошли все эти преграды и попали снова туда в центр, и с нами, значит, снова занимался тот же врач. И он увидел, он увидел хорошую, значит, динамику у нас, то есть, вот, занятие вот этим прибором, плюс, но я не исключаю занятие прибором, плюс МФК, плюс, значит, медикаментозное лечение, очень сильное, мы пьем, очень хорошие препараты, гельманские, мы пьем, и вот все это в комплексе, в комплексе, это дало хорошие результаты, потому что даже ЛФКшники, когда мы приехали второй раз, они, честно говоря, были удивлены нашим, так сказать, успехом, то, что мы как пытаемся ходить, как мы пытаемся разговаривать, как мы пытаемся вообще жить на этом свете, и поэтому я считаю, что комплексное использование, о чем, значит, сейчас только мы говорили, вот здесь она, сегодня, рассказывала, вот это все нужно применять, и я считаю, что доля вот этого лечения комротерапии, оно, в общем-то, занимает большую часть в успехах в лечении нашего сына. Мы сейчас ходим сюда в центр, я надеюсь, что все-таки мы добьемся, но сын у нас пойдет. Что он сейчас умеет делать? Он умеет делать, что он самостоятельно кушает сейчас, самостоятельно кушает, то есть правая часть у него практически, ну, как по различным оценкам, по врачинам, там же есть баллов не выставляет, то есть у нас 4 балла по правой стороне, а по левой стороне у нас пока один балл вставляется, но я-то вижу, что у него есть попытки уже поднимать левую руку, то есть вот буквально время у него появилась возможность какая-то, то есть он раньше рука у него была как туда-сюда таскали, не коррекция для этого. Сейчас, допустим, я ему когда руку завожу за голову туда и говорю, давай, поднимай ее сам, он пытается сам поднимай, даже я ему даю сопротивление, он давит, понимаете, то есть вот эти вот мышцы начали работать. Несмотря на сколько пройдет там год, два, три, если правильно и максимально использовать все методики, как делают и лекарственные терапии, и комротерапии, и лфк, массаж, и остальные, и бакулинотерапия, когда это возможно, конечно, по состоянию, то есть все это в комплексе дает шанс человеку восстановиться, и за год то, что достиг Вячеслав сегодня, это очень большой прогресс, именно в совокупности. У нас в приборе сочетается четыре вида физиозречения, каждый из них хорошо известен. Физиотерапия, во-первых, это инфракрасный лазер и магнитное поле, они выполняют функцию восполнения энергии, то есть мы можем напрямую в клетках нашего тела, головной мозг, мышца, сердце, печень, почки, восполнить процесс, дефицит энергии, вот эта функция лазера и магнита. Дальше, ультразвук, который мы применяем в нашем приборе, это низкочастотный ультразвук, не как вот диагностика ультразвуковая, где вы видите на мониторе, это низкочастотный, то есть это мягкая вибрация, типа как мягкий массаж на уровне отдельной клеточки, мы повышаем скорость обмена веществ, то есть насколько быстро могут новые структурные блоки, белки, синтезироваться. И, наконец, цветогенерация. В приборе мы используем три отдельных цвета, которые формируют цветовой ритм красный, синий, желтый, зеленый. И в этой последовательности запускаются процессы нервной балансировки. Это очень интересный клеточный формирует. Сейчас очень коротко расскажу о действии отдельных излучений на клеточных процессах. Чем страшен инсульт? Почему мы наблюдаем такие последствия? Когда у нас происходит инсульт, допустим, ишемический инсульт, кровь не поступает в головной мозг, значит, не поступает кислород в клетки. Зачем нужен кислород? Чтобы выработать молекулу АТФ. Молекула АТФ это как бензин для машины. Это наш главный энергоноситель. Без молекул АТФ ничего не может не происходить в клетке. Она не может ни двигаться, ни питаться, ни сокращаться, ни посылать литерические сигналы. Все функции исчезают. Вот смотрите. Вот содержание АТФ это в живых кровях полисердия сделала. Вот содержание в коре головного мозга у здорового организма. Три часа после инсульта на 45% падает содержание АТФ. Что это означает? Кислород не поступает в крови, митохондрия это такая специальная органелла, такой завод по производству энергии нашей клетки не получает кислород, не может окислять глюкозу и не может производить синтезирование АТФ. Мы видим падение содержания АТФ. Что это означает? Еще немножко и клетки начинают умирать. Так вот к чему можно может привести использование лазерной терапии? Смотрите начинаем применять лазерную терапию и уже после 10 минут на 221 процент содержание АТФ в клетке увеличивается. Вот это экспериментальные данные. Статья опубликована уже в 2010 году. Хотя на самом деле первые исследования были выполнены у нас в Троицке в Институте спектроскопии Российской Академии наук. Уже в 1989 году Тина Карл опубликовала первые работы что с помощью лазерного излучения мы запускаем процесс синтеза АТФ и метокондрия. Или очень простыми словами мы можем спасти клетку в критическом стрессе. Понимаете? То есть вот этот процесс лежит в основе лечения с помощью лазерного излучения. Мы можем спасти клетку вытащить ее из этого энергетического дефицита. И представляете сколько мы могли бы спасти людей если бы эта технология уже у нас широко начала использоваться. До сих пор вот эти научные данные еще не дошли к следующей статье. Второе действие ультразвука. Вот допустим при поправьте если я не прав при ишемическом инсульте нам что необходимо сделать? Разжижить этот тромб восстановить микроснабжение вот этой области головного мозга где у нас не выступает кровь. Применялись специальные препараты неважно как они называются суть в том что происходит лизис то есть распад тромба. Вот у нас тромб он не меняется. Добавляем препарат и уже через 6 через 2 часа тромб начинает потихонечку распадаться под воздействием этого препарата то есть это его работа. А если мы добавляем ультразвук низкочастотный то действие этого препарата увеличивается в 4 раза понимаете? То есть все что мы делали мы добавили очень мягкую вибрацию ультразвука которая проникает глубоко в ткани и заставляет действовать этого энзима в 4 раза быстрее то есть мозг реаль естественный процесс распада тромбов а вот как это происходит с дельфи в следующих слайд я просто хочу вам привести пример ну здесь понятно что сложно сфотографировать тромб в головном мозге я вам приведу пример тромба в глазу это когда происходит кровоизлияние в глаз субконъюктивальное кровоизлияние так называемое ну может быть видели иногда это когда лопаются сосуд в глазу происходит кровоизлияние процесс в принципе на зрение никак не влияет но его видно он рассасывается естественным образом за 2-3 недели обычно естественным образом смотрите эта фотография сделана доктором Фернадо Пенни это аштальмолог который встретил на конференции в США он купил прибор на конференции полетел домой и вот это его глаз у него просто кровоизлияние он взял тот же прибор начал ему лечиться каждые 4 часа и там в серии фотографии 48 часов спустя тромб практически полностью исчез то есть мы здесь в 7 раз повысили скорость вот этого распада разложения тромба понимаете когда мы используем хомротерапию когда мы используем кибороделька то есть функция ультразвука это повысить скорость обмена веществ повысить скорость которая распадается ненужное и синтезируется нужное другой пример вот вы сахар высыпали в стакан с чаем если просто он там будет стоять он у нас творится ну через 30 минут через час а если ложка взболтать он у нас творится быстро так вот ультразвук это та самая ложка в стакане чтобы у нас все процессы пошли быстрее следующий слайд и теперь самое главное уже давно наблюдали действия лазерной терапии при поражении центральной нервной системе это и инсульт головного мозга это и поражение травматические интоксикации периферической нервной системы и поражение спинного мозга так вот наблюдали уже с конца 90-х очень хорошие эффекты нейрорегенерации что это означает ведь наша конечная задача восстановить популяцию нейронов то есть тех лет в нашем головном мозге который выполняет свою работу так вот выяснилось что с помощью лазерного излучения мы можем не только поднять энергетику но и быстро ускорить процесс с помощью которого новые нейроны появляются и замещают место где были старые нейроны вот статья опубликована летом прошлого года группа ученых там китайских и американских ученых они проводили испытания на крыше вызывали искусственный инфаркт то есть часть мозга омертвела некроз в результате вот этого инфаркта и потом они использовали лазерную терапию то есть они освечивали головной мозг с помощью вот этого лазера вот смотрите вот эта небольшая доля вот здесь в зонах микроза видите она темненькая здесь крепкие нейроны умерли то есть вот это происходило без лечения то есть много-много-много-много-много-много клеток они просто погибли начинают другую группу животных облучать лазерной терапией смотрите все каждое зеленое пятнышко это молодой нейрон который появился и там где нейрон умер он начинает расти восстанавливать нормальную нейронную сеть понимаете поэтому вот этот процесс когда мы можем стимулировать усиливать и ускорять процесс нейрорегенерации самый главный в нашем центре что мы делаем мы выстраиваем весь наш лечебный комплекс вокруг главного тезиса мы хотим чтобы головной мозг спинной мозг периферическая нервная система восстановились на принципиальном уровне чтобы появились новые нейроны месяцы она в реанимации отлежала месяц потом значит она у нас живет в энергии они ее погрузили и увезли в чайскую больницу что мол пусть там занимаются мы приехали там вообще никак нет мы с сестрой пошли в министерство стали добиваться я услышала про вот этот реабилитационный центр центр мы привезли ее на скорую на носилках заносили и вот начали благодаря врачам начали делать вот этим аппаратом начать вот у нее еще как на фоне того что онкология у нее при ну как делали химиотерапию там лазерная в общем сожгли половина легкая половина в общем сердце увеличилось проблемы она не могла без кислорода был подключен к аппарату и через 16 вот 16 дней мы на реабилитации пробыли мы ее забрали она начали и вот ну принесли на носилках а оттуда мы ее уже привезли в коляске из центра уже она ходите ходили поддерживали с ходунками сейчас мы ходим с бодашком вот уже дома дома она ходит самостоятельно встает в кровати значит дойдет до туалета идет обратно все то есть мы совсем не поправились в кровати мы пошли только недалеко машина у нас стоит мы сами пошли только благодаря тому что она сама стремится использование современного метода совсем легкий массаж и ЛФК хоть и в постели но мы посадили человека а мы она вообще не садила и перережать она у нас стала сидеть она стала у нас ложку держать даже не переворачивать речь у нас лучше стала мы перестали мы перестали плакать вот то есть домой мы уезжали с четким настроем что мы дальше и через пару месяцев мы вернемся и я была сегодня просто очень удивлена потому что я увидела человек ходит человек разговаривает человек участвует активно в домашней жизни покажите вот продемонстрируем на уже с ним меньше года знакомы он уже в таком хорошем состоянии прибегается хотя бы мы тоже вязали не могли вот у нас есть аппарат в котором мы будем лечиться он у нас очень такой мы будем работать из батарейка можно работать и отценить включается аппарат то частота время все запрограммировано так что у нас никаких их у нас есть руководство по использованию да вот работаем по точечному вот буквально угловно источная часть вот все точки вот у нас в эксплуатации руководство на процедура безболезненная не инвазивная не аллергичная так что спокойно можно лечиться итак то есть подобрав точек воздействие на место очень главное воздействие на место инсульта где произошел у нас очар не важно какой то есть нам нужно он утрого то есть если нужно то мы дополнительно к этой программе добавляем он очень компактный это домашняя версия действие будет мягкое и он без ультразвука его вообще можно просто носить с собой в кармане когда куда-либо идти постоянно под рукой и можно лечиться в те же самые точки то же самое принцип использования